Приветствую, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал. Ведь мы стараемся для вас. А мы начинаем. В конце 90-х и начале 2000-х в станице Кущевская Краснодарского края орудовала банда братьев Цапков. После убийства Николая в 2002 году к власти пришел жестокий Сергей Цапок. Местные жители до сих пор помнят о творимых им зверствах. Мать братьев Надежда была крупным фермером и конкурентов недолюбливала, поэтому у тех, кто имел неосторожность быть более активным и успешным, возникали большие проблемы. Как правило, их просто наказывали на большие суммы. Вскоре из банды гопников Цапки превратились в организованную группировку, у которой даже в полиции были связи. Даже те, кто не входил в ОПГ, но в чем-то помогал бандитам, позволяли себе непотребное поведение. Екатерина Семененко встречалась с парнем, который был на побегушках у членов банды. Когда тот ушел в армию, девушку взял в оборот его друг и заставил вступить с ним в интимную связь. Он лишил меня девственности. Нет, не избивал меня, просто запугивал. А когда пришел из армии мой любимый, этот все ему рассказал. Мой мужчина меня избил. Заставил спать с этим другом прям при нем. Реально поставил стул и смотрел. Через неделю или позже он решился поделиться мной с другими друзьями, уже двое там было. После того, как я пыталась порезать вены, родители запаниковали и стали допытываться, в чем причина, вспоминает Екатерина. Идти в полицию было бесполезно. Там не занимались рассмотрением заявлений об изнасиловании. Более того, иски просто бесследно пропадали. Екатерина сначала обратилась в правоохранительные органы. Но парень заставил ее забрать заявление. Не имею права решать судьбу людей. Я не жалею, что их не посадила. Хотя они испортили мне жизнь. Я думала, что на меня тычет пальцем, на мне никто не женится. Я до сих пор не замужем, поделилась Екатерина. Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко вспоминает, что среди пострадавших девушек были даже школьницы. Изнасилованных девочек в Кущевке назвали отходами. Тебя не берут замуж, стараются не общаться, рассказала Костюченко. Некоторые родители даже намеренно не хотели привлекать внимание к проблеме насилия дочерей, чтобы общественность не узнала об этом. У ребят из банды были и свои девушки, но и их они могли пустить по кругу. Напомним, что Сергей Цапок умер в 2014 году, когда сидел в Краснодарском СИЗО, ему было 38 лет. Сейчас, по словам жителей Кущевки, у них в Станице все спокойно. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня.